Здравствуйте! В этом видео мы нарисуем персик и вначале мы наметим карандашом, где он будет и какого размера. Будет один целый персик и одна половиночка. Вначале сильно на карандаш не нажимаем, мы намечаем по центру такой овал, куда мы будем вписывать наши персики. Один будет немножко опираться на него, половиночка. Половиночка персика, ну примерно он как круг. Вот так вот. А второй он будет чуть выше. И вот здесь у него будет серединка и будет еще листик. То есть вот это все у нас должно влезть. То есть вначале мы наметили, чтобы вся вот эта группка персиков была по центру. Дальше уже можно прорисовывать и уточнять детали. Вот примерно так у нас получилось. Вот этот персик, он отрезан, да, мы видим половинку и мы видим вот эту вот нижнюю часть его. Да, вот немножко тут ее видим. А сам персик, он имеет такую вот форму. Вот здесь вот треугольничка и вот здесь вот просто как обычный овал. В серединку мы вписываем косточку. Она в форме какого-то листика или овала тоже. Вот где-то даже наверное пониже она у нас начнется. Будет вот здесь вот. Она получается где-то по центру. у нас по центру этого персика. Вот здесь вот, да, вот он у него такой как бы вот треугольничек и нижняя часть. И сейчас посмотрим, что еще, да, какие тут детали. Здесь вот немножко мы видим ту часть, внешнюю, кусочек. Потом второй персик, он у нас целый, да, он может быть или ровный круг или такой немножко приплюснутый. То есть у них форма, конечно, тоже не идеальная, потому что это у нас природные объекты, они не идеально ровные. Так, уточняем немножко форму внешнюю. И вот здесь у нас, да, такая вот выемка, где, где у нас будет палочка, да, вот такой кусочек палочки. Вот она так. И отсюда же у нас растет листик. Ну вот примерно так. С листиком поинтереснее, да, но можно и без листика. Можно листик не делать, не рисовать. Примерно так. Ну, какая-то плоскость стола, да, где лежит этот персик. Все, мы наметили. Теперь переходим к цвету. Нам нужно теперь подобрать цвет. Внутренняя вот эта сторона будет светлая. Светло-желтоватая вот такая вот. Оно можно прям сделать белое с желтым, смешать и сделать ее такой. Ну, можно капельку красного, да, чтобы вот такой цвет был более персиковый, что ли. Такое вот персиково-желтовато. Ну, то есть вообще они какие-то более желтоватые, на самом деле. Вот я сейчас вспомнила, что, наверное, слишком розовить не нужно, да, пусть будет желтая. Ну, желтый с небольшим персиковым оттенком. Желтый может быть поярче, может быть пооранжевее, но в целом, да, вот такой какой-то желтоватый. Пусть будет желтоватый с оттенками. И кое-где вот таким желтоватым можно немножко вот сделать несколько мазочков вот тут, вот тут, потому что он снаружи, ну, он такой какой-то розовато-персиковый. Бывает немного желтоватый. Теперь в этот желтый мы добавляем красный, да, вот, чтобы получить какой-то основной цвет. такой вот розоватый. И закрашиваем эта кожура у нас и внешняя часть вот таким где-то ее можно сделать пооранжевее. Ну, то есть она у нас будет не одинаковая, а какая-то вот такая вот немножко более сложная по цвету. Хорошо, если будет несколько разных оттенков. И вот туда к краю высветляется. Чуть-чуть высветляется вот так. Ну, то есть такая вот розовато-оранжевато-желтовато. Если нужно, берите более тоненькую кисточку. Да, вот тут, если где-то нужно чуть-чуть подровнять, подразмыть эти переходы между цветами. И таким же вот каким-то розоватым сделаем вот эту часть, да, которая здесь вот видна. То есть это тоже у нас внешняя часть. Примерно так. А вот этот персик, да, ну он тоже... Ну, вот какой он обычно персик? Какой-то розоватый. Розовато-желтоватый обычно бывает. Мы сначала его прокроем таким вот розовато-оранжеватым. Потом добавим тени. Можно как-то вот так пока сделать. Да, вот сейчас нужно получить тень. Я возьму красный и добавлю, наверное, черненького туда чуть-чуть. Желтенького чуть-чуть. Чуть-чуть еще черненького. Ну, вот таким, да, таким попробуем сделать темно-красным. Ну, то есть темно-красный, темно-розовый, да. Вот с добавлением черного. Вот здесь вот мы затемняем вот эту часть. Потом к низу, да, вот таким розоватым немножко высветляем. Немножко высветляем здесь. Ну, и здесь тоже можно немножко высветлить. Так. Да, вот тут стараемся, чтобы наша половинка была светлее, чем тот задний персик, да, чтобы они не сливались. И теперь размываем границу между этой тенью и основным цветом розоватым. Так вот подразмываем, чтобы был плавный переходик. Потом размываем дальше. Можно какой-то такой взять оттенок отсюда, персиковый, да, вот персиковый. Он как раз и есть такой вот какой-то светло-оранжевый как бы. Сюда вот добавляем, сюда вот чуть-чуть можно добавить. И между всеми вот этими оттенками, да, вот которые мы туда добавили, мы размываем границы. Стараемся получить плавные переходики, чтобы у нас не было нигде никаких пробелов, да, чтобы все было заполнено. Примерно вот так. Теперь вот та внутренняя часть, да, ее нужно подтемнить с черненьким. Вот эту вот внутреннюю часть мы затемним. Размываем, делаем плавный переходик от этого более светлого к более темному. Да, но в целом вот эта ямка, такое вот углубление, оно должно быть достаточно темным. Так, вот тут немножко я так немножко подразмою. Ну, пусть пока подсохнет, пусть пока подсохнет, пока подсохнет. А я сделаю семечку. Семечку, ну и, да, сейчас семечка будет коричневая. Коричневый я смешаю с красным и с белым. Коричневый, но вот с оттенком красновато-желтоватого. И вначале мы эту семечку закрасим полностью коричневым. То есть это такой не темно-коричневый, но и не свет. Это средний коричневый у нас получается. Так, да, вот она теперь тоже должна высохнуть, эта семечка. Я вот пока сейчас сделаю переходик поплавнее. Сюда вот добавлю розоватого. И можно пока все сохнет сделать зелененький. Листик, да, зеленый, зеленый с белым. Зеленый с белым листик. Ну и фон, да, вот пока у меня все это сохнет. Сейчас нужно какой-то фон еще добавить. Можно без фона, можно без фона. Я, наверное, сделаю с фоном. Так, пусть будет белый. Белый с коричневого у меня стол, наверное. Он такой почти что белый, да, но немножко коричневатого оттенка. Пусть будет, пожалуй. А задний фон можно сделать голубеньким. Здесь лучше горизонтальными мазками, потому что стол это горизонтальная поверхность. И еще нужна тень, падающая тень. Падающая тень, добавляем коричневый и можно добавить немножко черного, чтобы она была сероватая. Вот какой-то такой намек на тень. Вот персиками делаем. Серовато-коричневатый. Так, сейчас вот потемнее чуть-чуть. Что здесь не видно? Примерно вот такая тень. И задний фон пусть будет светло-голубой. Я беру белый. Добавляю синенький, да, получается голубой. Ну, такой вот очень-очень светло-голубой. И его тоже полностью закрашиваю. Вы можете сделать какой-то свой фон, да, своего цвета, любого другого. На темном фоне тоже будут хорошо смотреться персики, потому что они светлые и яркие. Можно сделать черный или темно-синий. Так, ну вот такой вот фон. Даже я бы низ, да, вот у меня еще пока сохнет, я бы низ даже еще затемнела на самом деле. На более темном фоне будет смотреться лучше. Так. Сделаю покоричневее. Так вот. Темнее. Вот примерно так. Так. Тень. Сейчас. Падающую тень тоже затемню. Так. Ну и теперь косточка. На косточке у нас будут светло-коричневые. Ну, она такая вот как бы фактурная косточка. Там есть рельефчик. И этот рельефчик, да, вот мы вот так вот показываем такими вот полосочками полукруглыми. Примерно так. Такие вот полосочки и где-то, где-то встречаются такие вот там точечки. Сейчас, когда подсохнет, да, сейчас отсвечивать немножко, будет более понятно. И темно-коричневые с черненьким. Тени. Добавляем тени. Темно-коричневые. Это вот сюда. И вот кое-где вот между этими светлыми полосочками. Вот так вот немножко затемняем. Потом каким-то розоватым таким вот тут мы тоже затемняем около этой семечки, чтобы она не была такой резкой. Так, палочка. Здесь вот у нас палочка. Сейчас ее нужно каким-то тоже проложить коричневатым. Коричневатым или можно даже где-то черненьким. Можно сделать черненьким, а то ее не видно. С одной стороны черненьким, а с другой стороны светленьким. Так, а с другой нужно сделать ее светло-коричневым. Даже как-то еще посветлее хочется. Совсем не видно. Вот так. Теперь на листик добавим более темного. чтобы листик был пообъемнее. Вот мы сделаем эту половинку потемнее. А где-то можно наоборот сделать какую-то светленькую прожилочку. добавить немножко беленького. Вот так листик выглядит пообъемнее. можно более остренький кончик показать, да, более темным. И светленькую палочку к листику. Вот у нас вот темный фон. Так, вот примерно. Ну и вот здесь вот, да, хочется как-то поплавнее сделать переходик в эту темную штучку. Чтобы ее не делать такой уж темный, да. Вот как-то попробую сделать переходик поплавнее. более розоватым я ее делаю. И просто где-то вот подразмываю границы какие-то. Вот примерно так, да. Вот тут главное, что вот этот вот бачок у него был светленький. Чтобы бачок у персика был светленький, важно. Ну, потому что он такой вот матовый, да, за счет... Ну, как бы такая у него шортка. Волоски, да, и он такой вот матовый. Поэтому хорошо, если будет более светлый край. Чтобы создать такой вот эффект матовости. Ну, вот как-то так. Как-то так, да. Еще хочется сделать переходик поплавнее. Вот тут. Как-нибудь так. Чуть-чуть высветлю. Так. Ну, то есть, а теперь, да, вот это у нас завершающий этап. Вот мы уже на свое усмотрение. Если где-то хочется высветлить, высветляем. Если где-то хочется затемнить, затемняем. Все аккуратненько подправляем. Что-то подразмываем, где нужно. То есть, уже опираемся на то, что у нас получилось. Просто дорабатываем. Просто дорабатываем и доводим наш рисунок до состояния завершенности. так. Какой-то вот хочется такой. Наверное, не такой. Немножко еще стол. Вот последний мазок. Высветлить вдалеке стол. Так вот. Все. Снимаю скотч. И вот что у нас получилось. Такие вот персики. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До свидания.